Давайте у меня будет челлендж на этот видеоролик, я не скажу ни одного матного слова, то есть никак не сматерюсь, не сругаюсь и так далее, вы за это, как вы понимаете, подпишитесь на мой канал, поставите лайк, сделайте все прочие вещи, потому что то, про что я сегодня буду рассказывать, это прям, это страх, наверное, это просто это морской бой, это сервер в GTA сам, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках, корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли, непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов, в зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются, что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого, поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Это что-то такое, потому что я, когда вообще обо всем этом впервые услышал, я не поверил, я подумал, что типа, ладно, давайте обо всем по порядку. Не так давно у меня вышел видеоролик, по-моему, сейчас я даже скажу, как он назывался, чтобы прям вот так, знаете, было максимально вот, типа, нормально, вроде того, я даже скажу, как он назывался. Или это было не на этот видео, не на недавний видеоролик, или какой-то старый ролик был, я не помню, то есть, то ли там реальный минус Аризоны РП, то ли ещё какой-то вот из этой оперы видеоролик. То есть, я, если честно, очень сильно всё это не помню, неважно. Мне пишут комментарии, мол, ой, ну ты там что-то критикуешь, ой, там то и сё, а вот на Аризоне там, типа, вообще, нон-РПшники, ДМщики, скины Майнкрафта, то и сё, это вообще, типа. Я, типа, прочитал всё, думаю, ну ладно, типа, ну очередной какой-то дебил, прям максимально малолетний идиот, не понимающий абсолютно того, как работает вот эта вот вся самповская конъюнктура в плане серверов. И прям вот Майнкрафт, скины Майнкрафта, меня, конечно, это всё удивило, потому что, типа, ну скины Майнкрафта, типа, настолько дебилом быть, чтобы это придумать и это написать, но это прям, это какая-то феерия, это максимально вообще, я не знаю, то есть, это, это, это прям максимальный уровень всего этого. Так вот, это прям вот, я не знаю, когда, и вообще, вышло обновление на Аризоне-РП, и как это обычно бывает, с обновлением у них выходит видеоролик, в котором там такая, знаете, девушка, женщина, мать и все производные синонимы от всего этого слова, она рассказывает про то, что вообще там добавилось, что там появилось, чего там не появилось, что там стало, что там было и так далее. То есть, она обо всём этом рассказывает, говорит, я всё это начал смотреть, но так как у меня, знаете ли, график плотный, я должен постоянно монтировать видеоролики, постоянно их должен выпускать, постоянно они должны выходить в 20.00 без опозданий, вроде как, тьфу-тьфу, уже всё начало получаться, то есть, всё в 20.00 выходит, вы все заходите, вы все смотрите, все довольны, все подписываются, все ставят лайки или там дизлайки, все прочие вещи они также делают, я посмотрел минуты две, вот прям, знаете, не досматривая до того момента, когда происходит вот вся, как это, вот, нематерными словами-то назвать, event. Господи, словарное голодание максимально, без матов я вообще не могу выражаться, это ужасно и омерзительно. Прям происходит вот весь этот коллапс, то есть, я прям не досматриваю до всего этого, смотря где-то две минуты там, когда Ридж заходит обо всех вот этих вот квестах, о Валентинках, о каких-то прочих вот этих вот вещах, о сердцах, о всём прочем, я типа решил выключить, ладно, досмотрю потом, сделаю ролик на эту тему потом, и вот сегодня, я просто вот, я буквально сейчас только вот досмотрел до этого момента, я, я, я в шоке, если честно, я вот, не то чтобы я в шоке, я поражён, я поражён от того, что они действительно это сделали, они добавили скины из Майнкрафта, то есть, тот человек из комментариев, он был прав, скины они и впрямь добавили, из Майнкрафта, там какие-то Человеки-пауки, там, Железные Человеки, все, все вот эти вот прочие люди, и, 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 ну, не люди, а из Марвел, там, из Майнкрафта, из всего прочего, я, я, я дальше не досмотрел, то есть, понимаешь, мне уже стало страшно, то есть, если на День Всех Влюблённых, вот, понимаешь, влюблённые, люди, вот, у них любовь, они любят друг друга до гроба, там, буквально, там уже жениться, может быть, хотят детей заводить, так далее, День Всех Влюблённых, 14 февраля, как-никак, и вот они выпускают вот это вот всё, скины из Майнкрафта, и, 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 я сиял, я, я просто, я побоялся, я выключил, записываю сейчас данный видеоролик на эмотзах, потому что я, 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 я забоялся, что до конца обзора и обновлений я могу просто не дожить, моё сердце не выдержит, я такой, типа, пипя, так, какое бы слово-то подобрать, ужас просто, я, потому что я не выдержу, в самом деле, то, что я не смогу до конца данного видеоролика прожить, потому что сейчас это скины из Майнкрафта, а потом это чё, я не знаю, какой-то Делориан какой-нибудь, там, я не знаю, ещё, все прочие вещи, что будет дальше, меня самого триггерит немного от этого слова, ну, и благодаря Стасу Айкак просто, как бы, немаловажный вклад он во всё это внёс, что будет дальше во всём этом, но скины из Майнкрафта, это просто, это Атас, это Атос, это Родов Атос из Доты 2, это, я не знаю, это набор эмоций, и, я, я, я не знаю, то есть, я забоялся, то есть, я смотрю скины из Майнкрафта в GTA Samper, я, типа, такой, ладно, но потом я увидел Человека-паука, Железного Человека, может быть, там дальше Дарт Вейдер, я не знаю, Люк Скайвокер или, там, Энакин Скайвокер, чё там ещё будет-то, я не знаю, может, Моргенштернский, а, это и так уже вроде как есть, и я прям, я, я не знаю, я понимаю, что, возможно, там, знаете, в GTA Samper уже много всего сделано, и что-то добавлять такое, что будет удивлять людей максимально, это уже, знаете ли, сложно, непонятно, невозможно, и люди, как бы, какими бы они ни были мега творческими, мега, такими, знаете, способными к производству всех вот этих вещей, я думаю, что тут, знаете ли, всё равно фантазия рано или поздно, она кончается, то есть, невозможно постоянно, там, год за годом, месяц за месяцем, вот, что-то генерировать, прям, такое, знаете, новое, чтобы чуваки такие, о, а мы этого не видели, о, а вот у нас не было того, о, а вот у нас не было вот этого, а сейчас всё это появилось, отлично, это, знаете ли, не мешает игровому процессу, это вот ничему не мешает, всё замечательно, всё отлично и так далее. Вообще, мы подходим к тому, что Arizona RP в GTA Samper, она вот с появлением вот этого всего лаунчера, голосового чата и так далее, был, видимо, прав этот самый Ися, который сказал, что голосовый чат, он, знаете ли, всё испортит и всё пойдёт по одному известному месту, по половому, по половым органам женщины, или это один, по, 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 в общем, я думаю, что вы поняли, что я имею в виду. Наверное, все эти люди, которые были против голосового чата, которые были против вот всего этого, наверное, они в какой-то степени были правы, потому что с появлением лаунчера мы укатились немного не в ту стезю, мы укатились в какие-то, знаете, сервера по CS 1.6, но можно найти немного такое, знаете, другое сравнение, мол, с GTA Online, то, что вот теперь Arizona RP, она, знаете, стала такой же безумной, как GTA Online, в которой также есть, там, знаете, летающие машины, летающие мотоциклы, всё прочее, то есть Arizona RP в этом плане вот удивляет очень сильно, то есть я не досмотрю, я не знаю, возможно, там выйдет ещё один видеоролик завтра, в котором там я, я, я просто, я обзорю этих обновлений до конца, ты не досмотрел, я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет послезавтра, может быть, я, там, я не знаю, на шестой минуте вообще какую-то, ну, сверхъестественную, может быть, я не добавил летающую тарелку аналона, которой можно спокойно себе ездить, летать и вообще чувствовать себя хорошо, и она стоит каких-нибудь, там, не знаю, 35 тысяч АЗ монет, если вы хотите спросить моё мнение по поводу всего этого, по поводу скинов из Майнкрафта, там, скинов Человека-паука, скинов, там, кто ещё, Железный Человек, или там, Капитан Америка, кто там ещё был, если вы хотите спросить моё мнение по поводу всего этого, то мне, разумеется, нравится, потому что, ну, модно, молодежно, стильно, да и, наверное, я думаю, что эти скины их так просто не получить, и нужно будет либо задонатить, либо сделать какие-то прочие вещи, а это всегда замечательно, всегда хорошо, и в целом, я думаю, что неплохо. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или ставьте дизлайки, подписывайтесь от канала, я играл на Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр, и всем, разумеется, пока, до свидания и всего хорошего. Заходите на Arizona RP, там же, кстати, в описании, я совсем забыл сказать, есть уже ссылочка на мой телеграм-канал, вот там все это есть, заходите, узнавайте, познавайте и ознакомливайтесь со всем этим именно там. Пока и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok